Привет! Привет! Это «Молодежный форум» и с вами я, Максим Жамбар. Сегодня мы расскажем об одном из самых ярких молодежных событий года в Молодежном конвенте 2016. Смотрим, как это было. Спорт, культура и семья. Молодежь обсудила актуальные тенденции развития этих сфер в рамках Молодежного саммита. Награждение лауреатов, молодежной премии и лучших танцевальных пар. Чем еще запомнилась вечерняя программа Молодежного конвента? Что волнует современную молодежь? Участники Молодежного саммита утверждали, что все – культура, семья, спорт, экология. Молодежные лидеры говорили о самых актуальных общественных трендах. Какие новые решения для старых проблем предлагали на саммите, расскажет наш корреспондент. Молодежный саммит стал одной из ключевых площадок Молодежного конвента. На пленарном заседании молодежь представила результаты мозговых штурмов по самым разным темам. От здорового образа жизни до вопросов образования, патриотики и проблем молодой семьи. Вектор беседы задал представитель Молодежного правительства края Роман Пословин. Традиционно Молодежный саммит начинается с того, что мы рассказываем, чем живет молодежь. Какие тренды сейчас в молодежной среде, какие мысли в головах о молодежи и к чему мы дальше приходим. Собравшимся были озвучены некоторые факты о деятельности молодежи края. Затем выступали делегаты от разных площадок. Наиболее оживленную дискуссию вызвала тема продвижения здорового образа жизни. Молодежь задавала вопросы и пыталась разобраться в плюсах и минусах разных подходов и способов работы по укреплению здоровья молодежи. Вот вы сказали, мода на здоровый образ жизни. Мода чаще всего влечет за собой расхождение в социальном классе. То есть получится, например, в школе. Вот эти зожники, ребята, которые ведут здоровый образ жизни, и ребята, которые не ведут здоровый образ жизни. Но они могут быть, например, интеллектуалами, да, какими-то. Вот не будет ли какого-то принижения вот этих ребят. Отдельная тема – проблема окружающей среды. Здесь спикер предложил обратить внимание на информационную экологию пространства, привести в порядок городскую рекламу, уменьшить ее количество и отвести для нее специальные места. Также затронули вопросы культуры, поскольку это тоже неотъемлемая часть городской среды. В городе проходит огромное количество культурных событий. Чтобы информация о них всегда была доступна из одного источника, молодежные лидеры предложили создать сайт-сборщик новостей о мероприятиях. Мы предлагаем создать какой-то один, допустим, это будет сайт или приложение, и будут собраны все, получается, культурные события, которые проходят. Пожалуй, самые горячие споры вызвали вопросы развития системы патриотического воспитания. Как оказалось, почти у каждого в зале было свое понимание патриотизма. Руководитель флагманских программ Ассоциации военно-патриотических клубов и волонтеры Победы Борис Харченко внес множество предложений. Например, о создании Краевого координационного центра для всех, кто работает в этой среде – от волонтеров до участников поисковых отрядов. По его мнению, объединение усилий повысит эффективность работы и облегчит ее. Упомянул он и о простой платформе, на которой стоит объединиться всем, кто занят подобной общественной работой. Чтобы обязательно в рамках проледения программ были три обязательных лозунга. Первое – добровольный патриотизм. Второе – патриотизм на безвозмездной основе. И третье – самый главный – патриотизм вне политики. Активный обмен мнениями на саммите шел по каждой конкретной теме, что лишний раз подтверждает – современный молодой человек просто не может быть равнодушным к миру, который его окружает. Он меняет его сотнями возможных способов. В обсуждениях принимали участие общественные активисты, журналисты, работники сферы культуры и образования. Ведь активное участие в общественных дискуссиях – это новая норма жизни. А вечером всех участников молодежного конвента ждала очень насыщенная и зрелищная программа. Кто стал обладателем молодежной премии Красноярского края? Чем поразили площадки экспо-талантов и возможностей? И как прошел IQ Ball – узнаете из следующего сюжета. Добро пожаловать в Велком Мэн, Велком, Бен Венидос, Овес Лесби Ньюс. Друзья, на самом деле я не умею разговаривать на стойких языках, но вот Международное выставочное дело «Центр Сибирь» именно на пяти языках приветствует гостей молодежного конвента 2016 года. Это очень классное и красочное событие, а мы же, в свою очередь, сейчас вам все расскажем и покажем. Пойдемте и узнаем у участников, чего они ожидают от вечерней программы молодежного конвента 2016. Погнали! Наверное, каких-то новых эмоций, впечатлений, может, что-то приготовили для нас новое, какие-то сюрпризы. Мы ожидаем много новых молодых идей, инициатив. Особенно от IQ Ball, да? Да, награждение тех, кто действительно это заслужил, потому что молодежь – это будущее нашей страны. И это действительно так. Номинантами на молодежную премию Красноярского края стали 18 человек, и только семи достойнейшим она была вручена. Творческая, профессиональная, научная, общественная, спортивная, учебная деятельность – премия охватывает все аспекты молодежной активности. Марина Дроздова отличилась своими спортивными достижениями. Эта скромная и хрупкая девушка – заслуженный мастер спорта, абсолютная чемпионка мира 2012 года, чемпионка Сурдолимпийских игр в Болгарии. Марина призналась, что молодежная премия стала для нее еще одним стимулом к дальнейшим победам. Это мне дает не останавливаться на достигнутом, идти дальше, добиваться успеха, потому что нет пути, когда нужно остановиться. Можно всегда идти дальше, идти вперед, быть лучшими. А лучшими в других номинациях молодежной премии стали Семен Беззубов – творческая деятельность, Роман Паникаев – общественная деятельность, Михаил Платунов – научная деятельность, Елена Девятникова – профессиональная деятельность, Вячеслав Иванов – учебная деятельность. Победителя номинации «Общественное признание» выбирали на официальном сайте мероприятия. Им стал Александр Найман. Я понял, что у меня замечательные друзья, у меня лучшая команда, Которая помогла мне сделать эту победу. Заслуживала внимание и церемония награждения. Шоу было поставлено одним из лучших хореографов страны Марио Форелли. 100 волонтеров, 135 профессиональных певцов, танцоров и музыкантов, Месяц ежедневных многочасовых репетиций, Но все же усилия были оправданы. Оригинальное яркое шоу стало мега-красочным украшением молодежной премии. На экспо талантов и возможности были представлены Лучшие достижения молодежи за прошедший год. Иван Тепляшин презентовал локацию, посвященную предстоящему 400-летию Енисейска. Каждый гость молодежного конвента словно на машине времени мог очутиться в старейшем городе края. Здесь можно у нас в экспозиции увидеть, как образовался город Енисейск, как он будет выглядеть после реставрации, и о туристическом гластере города Енисейска, это Енисейская Великоречия. Так что, друзья, сначала приезжаем все в Красноярскую универсиаду, а потом все куда? В Енисейск! А по соседству можно было стать настоящим пилотом. Реалистичный авиатренажер был доступен для всех участников и гостей молодежного конвента. Именно на таком тренажере отрабатывают технику управления лайнерами студенты авиационных вузов. Эмоции запредельные. Ты садишься грустно и встаешь в 32 зуба. Это кайф, потому что ты чувствуешь, что ты летишь, и полностью не передать такие эмоции, которые ты получаешь за штурвалом данного тренажера. Главной темой молодежного конвента стало российское кино. И в Гранд Холли Сибирь можно было почувствовать себя звездой голубого экрана. Тематические локации позволяли. Запомните эти лица. Возможно, это действительно будущие звезды отечественного кино. Ах, этот IQ-бал. Здесь и галантные кавалеры, и дамы в роскошных платьях в пол. Все, как принято в высшем обществе. Все завертелось в вихре вальса. Это один из самых блистательных и красочных форматов мероприятия. Не только красноярцы, но и гости нашего города смогли погрузиться в удивительный мир отечественного кинематографа. Мне стало интересно. Я и напросился в прошлом году. А в этом году нас уже пригласили. Я думаю, что это интересно, когда конвент перестает быть просто красноярским мероприятием. А на него что смотрят из других городов. Мы можем гордиться тем, что в нашем городе, в самом центре Сибири, проходит событие, которое объединяет молодежных лидеров и активистов, самых творческих и спортивных, умных и талантливых молодых людей огромного края. Хотите стать его участником? Регистрируйте свои достижения на сайте краслидер.рф и, возможно, именно вас будет чествовать на молодежном конвенте 2017. Далее анонс самых интересных событий предстоящей недели. Наша постоянная рубрика «Молодежный календарь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Это наша территория. К 2020 году мы хотим превратить наш край в самый лучший регион России. Присоединяйся к нам и развивай свою территорию. Шаг 1. Зарегистрируй проект на сайте и жми кнопку «Отправить». Шаг 2. Проверь электронную почту и узнай, когда и где на твоей территории пройдет обучение и грантовый конкурс. Шаг 3. Пройди обучение, где крутые тренеры помогут доработать и подготовить твой проект в защите. Шаг 4. Расскажи экспертам о своем проекте, защити его и получи ресурсы для реализации задуманного. Шаг 5. Воплоти свой проект в жизнь в сфере спорта, творчества и еще 30 областях. Шаг заключительный. Расскажи всем о том, что у тебя получилось. Территория 2020. Территория нашего будущего. А на сегодня все. Все сюжеты программы, вышедшие в эфир, ты можешь найти на сайте молодежный форум 24.рф и на телевизионных порталах Дельфик ТВ и вся Россия. Кроме того, заходи в нашу группу ВКонтакте. Смотри молодежный форум. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok